Комплекс неполноценности Если предложить человеку, который декларирует его наличие, описать, что такой человек полноценный. Вот в этой системе координат полноценным окажется человек наглый, уверенный в себе, который берет то, что ему хочется. Такой человек будет назван в этой системе координат полноценным. Это все равно будет гордый человек, уверенный в себе, и пренебрегающий остальными. Смирение — это другое, смирение — это сила. Смирение, на самом деле, это единственное объективное знание о себе, настоящее. Смиренным был пророк Давид. Смиренным был Александр Невский. Когда его выгоняли из Новгорода, где, как вы помните, он был не удельным князем, а наемным, так сказать, военным менеджером, скажем так. Он спокойно уходил, он смирялся. Когда надо было защищать веренных ему людей от смерти, от грабежа и от полона, он брал меч и рубил направо или налево и совершенно не смирялся. В этом смирении была огромная сила. В комплексе неполноценности есть несоответствие того, что из себя представляет человек, гордыня, которая у него раздута до болезненности. Вот это комплекс неполноценности. И для нас вообще этот термин, он для христиан, он не очень хороший, потому что он предполагает, что мы соглашаемся, повторюсь, с тем, что есть полноценный человек. Полноценный человек — это человек круткий, но сильный в своем смирении. Вот для нас христиан так. Продолжение следует...